безрамочные смартфоны это тренд от которого не спрятаться не убежать небольшие китайские производители живо им интересуются и благодарить за это надо не модели sharp о которых они скорее всего даже и не подозревают а xiaomi mi mix безрамочных китайфонов уже немало и сегодня мы поговорим об одном из подражателей dugimix девайс поставляется в коробке внешне напоминающий упаковку сами понимаете какого смартфона внутри телефон зарядное устройство юсб кабель дополнительная защитная пленка жесткий пластиковый кейс сим иголка документация и презерватив шучу в упаковке в стиле дюрекс находится кок ринг снова шучу там на самом деле кольцо держатель для телефона хотя презерватив или кок ринг были бы полезнее если бы еще и название дали не микс оставил то могли бы здорово обыграть dugi style не доработали китайцы в этом плане также от dugi нам досталось 8 гигабайтная фирменная флешка с рекламой смартфона но скорее всего ее нет у рядовых покупателей в общем компания предельно щедра на бонусы за что ее можно только похвалить при первом знакомстве аппарат кажется немного несуразным широкий и короткий впрочем после пары часов это перестает удивлять дисплей доходящий почти до верхнего края корпуса выглядит необычно и футуристично даже сейчас и немаленькие рамки не мешает этим наслаждаться под экраном есть сканер отпечатков пальцев который работает довольно медленно и не очень точно иногда вообще не понимать что на нем палец лежит это же область играет роль сенсорной кнопки назад единичное касание и домой касание с удержанием из-за того что оптимизация оболочки оставляет желать много большего в ресурсуемких приложениях попытки осуществить действие назад могут приводить лишь к вибрациям от клавиши но самого назад не случается сверху мы видим традиционный разговорный динамик экспериментировать с передачи звука вибрации дуги не стало но она и к лучшему голос собеседника тут слышно лучше чем у сяоми вот так вот претензий к эргономике нет кроме того что он скользкий но не такой скользкий как мимикс из керамики однако комплектный кейс легко решает эту проблему как и в случае с девайсом сяоми кстати из проблем со сборкой только немного болтающиеся кнопки на правом торце и дребезжащий лоток слева туда входят либо 2 sim либо sim плюс micro sd amoled экрана радует отличной глубиной черного и неплохим по меркам этой технологии белым цветом максимальными углами обзора и достаточно высокой яркостью они радуют он ядерной цветопередачей и разрешением что усугубляется пентайлищем при работе с дисплеем через заводскую толстую защитную пленку глаза довольно быстро устают без нее легче но ненамного и хотелось бы видеть здесь аналог режима srgb увы раздел мира vision вам не помощник несмотря на все это экран тут все же достаточно хороший для средне бюджетного уровня пусть он и не full hd dugi mix основан на прошивке dugi os которая в свою очередь является надстройкой для android нуга беспроводные обновления поддерживаются и выпускаются прошивка dugi os версии 2.0.0 содержит в себе оболочку free me от китайской компании droi или droi она предлагает разместить на главном экране одну очень странную вещь изображение кота и приставки тетриса на веревочке при клике на которые открывается меню ноу где можно узнать текущую дату и скачать темы вот эта инновация свайп слева от первого рабочего стола ведет в панели с новостями разбитыми на несколько категорий если от ноу и строки поиска отказаться можно тут новостей нельзя причем мы не смогли понять как настроить новостной поток кажется ничего поменять в источниках нельзя ни убрать не добавить в настройках лаунчеры есть два интересных пункта дует yourself и колдовство пальцев в дует yourself можно менять размер иконок и букв в их подписях анимацию пролистывания рабочих столов и удаление ярлыков в колдовстве пальцев можно выбрать след из рисунков остающиеся за пальцем кружочки сердечки звездочки обрадую адекватных людей след можно отключить а еще можно отказаться от меню приложений и оставить все иконки на рабочих столах если говорить о дуге us в целом то ничего хорошего на ум не приходит бессмысленные фишки никакая локализация так себе дизайн и хреновая оптимизация смартфон с кучей оперативки то и дело долго думает медленно отзывается на ваши действия иногда даже панель ввода пароля на экране блокировки лагает это как вообще если бы в дуге микс был чистый android то было бы лучше нам так думается издевательски звучит лозунг лаунчера самая маленькая и быстрая пользовательская система б быстрое микс обладает двойной задней камерой судя по сайту дуги нужно она для двух вещей двукратного оптического зума и размытия фона правда зум на самом деле цифровой с основного модуля а размытие фона делается из рук вон плохо вместо выделения границ объектов при помощи второй камеры просто применяется виньетирование честно сказать мы вообще не уверены что вторая камера есть некоторые подозревают что в действительности там просто стоит датчик освещенности обманка может быть хотя бы основная 16 мегапиксельная камера у микс хороша шум и мыло узкий динамический диапазон и иногда игнорирование нажатий на клавишу затвора вот это все днем кадр выходит более-менее хотя в идеальных условиях видно что им не хватает четкости диапазон очень узкий а баланс белого имеет заметный теплый оттенок в комнате и вечером кадры оказываются щедро усыпаны шумами а фокус превращается в неуверенного тугодума фронтальная камера находится внизу справа а не наверху поэтому при ее запуске телефон просит себя перевернуть хорошо перевернули думаете интерфейс тоже перевернулся не а виртуальная кнопка затвора оказывается по центру наверху и дотянуться до нее невозможно остается только нажимать на качельку громкости но нажимая на нее вы будете трясти аппарат поэтому рекомендую выставить двухсекундную задержку сразу после съемки хотите проверить удачное получилось селфи или нет а вам придется снова переворачивать телефон так как интерфейс галереи не адаптируется под все эти развороты но качество фронталки такое что заниматься всеми этими полуподвы подвертами вам очень скоро надоест заявлено 5 мегапикселей но почему-то не указано что это 5 мегапикселей нечеткости и бесцветности качество картинки при видеосъемке не особо впечатляет в 4к есть артефакты из-за невысокого битрейта в 14 17 мегабит секунду но самое печальное это тормоза тормозит финальный видеоряд и тормозит видоискатель когда идет запись может быть поэтому meizu убрала 4к съемку из про 7 тогда она и к лучшему на микс советую снимать 1080p запись звука сравнительно неплохая постоянный автофокус есть пример видео в 4к электронная стабилизация сладящий автофокус не очень приятно снимать когда идет рассинхрон видео 4к все-таки противопоказан ему если конечно не поправит как-то программно ну и сам ролик финальный он тормозной а вот full hd уже конечно лучше до четкости меньше но в остальном он не хуже чем 4к аппаратных вариаций у дуги микс несколько у нас он на 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной памяти в телефоне есть выбор между двумя режимами производительности взбалансированном гаджет заметно тупит везде и во всем поэтому рекомендуем пользоваться смартфоном в высокопроизводительном режиме но особых надежд не питайте в нем он тоже тормозит только меньше результаты бенчмарков представлены в обоих режимах отличия в цифрах минимальное легко могут быть списаны на погрешность однако в реальном юзе отличия в поведении смартфона очень заметны хотя все равно это один из самых медленных девайсов оптимизация оболочки ой как требуется ситуация в играх довольно неплохая я бы даже сказал хорошая у нас чипсет среднего уровня да но разрешение здесь всего лишь 720p и такие вещи как моторайдер air attack 2 dead trigger 2 и даже asphalt extreme идут на максималках без нареканий в мире танков нет постоянных 60 fps но все равно танкисты будут довольно увиденным если понизит графику конечно в общем с чужими играми микс справляется лучше чем переваривает свою собственную оболочку под нагрузкой телефон сильно греется в верхней части в любом режиме работы процессора у использующего аналогичную систему на чипе meizu pro 7 такой недостаток не замечен то есть это именно недоработка дуги троттлинг есть но заметить его за лагами интерфейса вы не сможете она игры он не шибко влияет емкость аккумулятора дуги микс составляет 3380 миллиампер час полный разряд при показе видео занял у нас 12 часов а при обычной активной эксплуатации его хватает на день полтора при 4 6 часах экрана ничего необычного хотят смартфона самолет экраном с и gd разрешением можно ожидать большего тот же pro 7 при меньше батареи работает дольше дуги одну из первых выпустила свою вариацию на тему сяоми микс и телефон действительно получился классным внешне сплошная черная передняя панель небольшие рамки металл стекло однако на все остальное компания немного забила иначе как объяснить тупую оболочку слабые камеры и средненькую реализацию довольно неплохого железа при заказе из китая смартфон обойдется вам примерно в 180 200 долларов в зависимости от объема памяти и за такие деньги купить дизайн с которого можно звонить еще наверное можно с натяжкой но дуги микс ведь пришел к нам еще и официально если вы не знали и просят за него здесь ни много ни мало от 16 тысяч рублей порекомендовать его за такую цену довольно сложно надеемся в будущих безрамочниках компания дуги отдаст предпочтение чистому android без всяких левых оболочек и поработает над оптимизации и конечно соотношение сторон 18 9 нужно как-то осваивать спасибо за внимание друзья подписывайтесь на канал жмите колокольчик и ставьте лайк с вами был евгений mobiltelephone.ru пока пока